Воздушная тревога На выставке несколько разделов. От истории строительства Брест-Литовской крепости в 19 веке до героической обороны от фашистов в 20-м. О страшных подробностях подвига осажденных солдат узнали из секретных немецких документов только в 1942 году. До этого же информации никакой, телефонов не было. Их там отрезали и уничтожали. До конца июля всех почти уничтожали. А потом приехал Гитлером, показывали, как это все происходило. Один из центральных арт-объектов – макет Холмских ворот Брестской крепости с нависающими над ней огромными бомбами. 20 тысяч миллиметровых кирпичиков кропотливо укладывал пинцетом Альберт Аликин. Создавать макет автор начал еще пять лет назад, а закончил буквально за две недели, когда узнал о готовящейся экспозиции. Работал по ночам, чтобы успеть. Мне надо все точно, чтобы было точно по тем размерам. Я считал кирпичи на фотографии, которые сейчас современные есть. Там хорошо видно, сколько кирпичей в ряду. Образцы, формы, оружие, подлинные предметы с полей сражений предоставили музею патриотические клубы и частные коллекционеры. Большой плюс этой выставки в том, что многие экспонаты здесь можно потрогать или даже взять в руки. Вот этот кирпич, например, 1881 года. Он должен был быть заложен в кладку Брест-Литовской крепости при строительстве. Но он туда не попал. И поэтому уцелел. Людмила Невская, Тимур Абдрашитов, Татьяна Демьянова. Время и Мало. Новый Уренгой.